Максим, начальник таможенного поста, аэрофорсов имеет другую заводу. Расскажите, как производится, в каких объемах производится таможенный досмотр? И в принципе действия при обнаружении, как часто приходится обнаруживать? Я много, наверное, давайте пока на этом расследуюсь. Таможенный досмотр мы проводим ежедневно в объеме, который необходим для соблюдения таможенных сутнодательств. Это от 10 до 100% объема перевозимого в груза. Наиболее часто мы встречаем факты недостоверного декларирования товаров, а также социально опасные повреждения, такие как незаконный рост наркотических, и сейчас, как мы сегодня видели, незаконный рост объектов СИТЭС. А что значит недостоверное декларирование? То есть люди пытаются ввести больше, чем в два раза, и так же? Недостоверное декларирование, когда сведения о товаре заявляются не в полном объеме для принятия законного решения. То есть недостоверно указывается сведение о стране происхождения, об изготовителе, о характеристиках товара. Таким образом, злоумышленники пытаются уйти от каких-то форм разрешительных документов. К примеру, не заявляют, что необходимо для квадрокоптера, для дрона разрешение полномочного государственного органа облиг сертификации. То есть нам вот рассказали, как происходит этот процесс. Вот в автоматическом режиме нам поступают все эти налоговые декларации. Вы изучаете, вот, в смысле, вы там на других историях сотрудники, изучаете декларации. Что может вот в этих декларациях вызвать подозрение? Это просто бумага, на которой что-то написано. Ну, я чуть больше скажу. Опытно подредактировать, просто для понимания, без крайних сюжетов. Нам не поступают налоговые декларации на грузовой пост. Нам приходит предварительная информация о грузах, которые планируются к вводу на территорию ДС или Российской Федерации. То есть самолет еще находится в воздухе, а мы уже заранее, за несколько часов, получаем полный объем находящихся на борту груза. Ну, или, во всяком случае, тот объем, который перевозчик хотел бы нам заявить. И тут же начинается анализ. В первую очередь, по формальным признакам. Не находится ли там санкционная продукция. Не необходимо ли представить при вырузке разрешительные документы. Это предварительная работа для того, чтобы, как только борт сел, максимально быстро перевозчики склад начали выгружать товары. В дальнейшем, если мы в ходе работы с документами видим, что определенные товары не характерны для страны, откуда летит этот груз. Объем их больше или меньше, чем, опять же, среднестатистический объем на таких поставках. Мы начинаем контрольные мероприятия для того, чтобы проверить информацию, которая нам кажется подозрительной. Если я правильно понимаю, самолеты садятся десятками в час. И, соответственно, на каждом есть какой-то объем грузов. То есть, нужно огромное количество, огромное число сотрудников. А сколько для них работают? Да, действительно, некоторые сотрудники круглосуточно находятся на этапе мониторинга и анализа. Но наши силы позволяют нам в полном объеме осуществить анализ документов, навозимые в зоне действия аэропорта Шемейки и Грузии. То есть, вы не разглашаете число сотрудников, которые единовременно работают? Мы не рассказываем со сетами. Скажите, а какая-нибудь статистика есть? Условно говоря, за это вот мы там поймали несанкционированные ввоз стольких животных или наркотиков. В первую очередь, задача таможных органов подглавить бюджет. Статистика следующая. В прошедшем 2020 году Шемейской таможенной перечислили бюджет более 275 миллиардов рублей. За 9 месяцев текущего года мы уже перечислили более 285 миллиардов рублей. Это для нас наиболее важные цифры, показывающие нашу значимость и эффективность.